добро пожаловать дорогие зрители 24 урок про законы кеплера законы существует три закона кеплера первый закон про про того что все планеты вращаются вокруг солнца по эллипсу и солнце находится на одном из этих фокусных расстояний что такое эллипс эллипс это такая фигура где имеется две фокусные расстояния и точка на на эллипсе любая точка r1 плюс r2 от этой точки расстояние до этих двух фокусных расстояния постоянные это равен 2a и планеты вот так движется вокруг такого эллипса где в одном из фокусных расстояния в одном из фокусов находится солнце второй закон кеплера второй закон кеплера это когда за одинаковый промежуток времени одинаковый промежуток времени дельта t описываемая площадь эллипсом вот этот площадь с 1 равен вот этому с 2 за одинаковый промежуток времени но короче если записать дельта с с 1 дельта т равен дельта с 2 дельта т хорошо теперь третий закон кеплера это про период квадрате делим на большой полуось в кубе эллипса равен постоянной для всех планет но это вещь мы тоже можем доказать 4 пи квадрат на gm будет зависит только от массы массы это звезд звезды и используя вот этот закон мы тоже можем многие хорошие задачи тяжеленькие задачи можем решать давайте теперь с первой задачи начинаем с первой задачи так круг это тоже один частный случай эллипса круг так киническая энергия спутника на круговой орбите равен к чему равен потенциальная энергия да потенциальная энергия минус gm на ар в круговой орбите скорость но короче в круговой орбите силы силы сила притяжения м в квадрат на ар равен gm на ар квадрат ну ар сокращается значит м в квадрат равен gm на ар м в квадрат у нас 2к да 2к gm на ар это будет 2к значит потенциальная энергия у нас равен минус 2к вот так получается так теперь в случае действия на тело центральной силы радиус вектор приведенные к нему из центра описывает в равные промежутка времени равной площади в этом соответствии собственно и состоит по отношению к движению планеты второй закон кеплера какой площадь опишет за время то радиус вектор проведенный от солнца к планету если в начальный момент расстояние от нее до солнца ар скорость в так скорость в а углу между скоростью планеты и радиус вектором альфа так давайте будем вот этот радиус радиус у нас также радиус и когда он двигается на маленькое расстояние вот это будет 90 градусов к нему 90 градусов и и площадь этой это треугольника примерно равен чему это же два раза меньше чем вот этот прямоугольник значит вот здесь в перпендикулярной дельта t умножаем на r делим на 2 да дельта s равен r умноженное в перпендикулярное умножаем на дельта t ну короче дельта s дельта t у нас постоянная вещь значит это r умноженное в перпендикулярное да так в перпендикулярное это соответственно проекция скорости перпендикулярно к радиус радиус вектору это у нас в этом случае в синус альфа да вот синус альфа значит r умноженное в синус альфа и r в синус альфа равен постоянной дельта s деленное дельта t или s деленное на t можем записать значит площадь которая описывает а извините здесь еще мы делим на 2 потому что это же треугольник делим на 2 площадь будет тогда r в синус альфа т делим на 2 так следующая задача спутник связи молния 1 имеет перегей над южным полушарием земли на высоте 500 километров так у него высота 500 километров то вот здесь 500 километров но до центра земли мы тоже рассчитаем радиус земли пусть будет 630 370 километров это радиус перегея вот этот радиус перегея будет равен чему r земля плюс высота значит 680 6870 километров апогей апогей это вот это расстояние апогей апогей будет короче радиус земли плюс высота 40000 значит 46 370 километров каковы 1 на каково отношение угловых скоростей обращение этого спутников перегеи в апогеи из второго закона киплера мы знаем что рай ар умноженное в перпендикулярное будет постоянный это это с одной стороны мы его можем назвать закон сохранения момента импульса так здесь у него скорость будет омега апогей ар апогей да здесь будет омега перегей ар перегей вот теперь ар апогей умножаем на скорость это омега апогей ар апогей равен чему ар перегей умножаем на скорость это омега перегей ар перегей там между ними угол 90 градусов поэтому не надо рассмотреть синус 90 это 1 синус 90 это 1 значит омега а ра квадрат равен омега п рп в квадрате перегей на апогей давайте омега перегей на омега апогей равен ар апогей в квадрате делим на ар перегей в квадрате что будет у нас ответ так 46 370 квадрате делим 6870 в квадрате 45 и 6 45.6 раза угловая скорость различается хорошо теперь следующая задача к планете радиуса ар и масса м издалека движется с космический зонд относительно нее со скоростью в при каком прицельном параметре зонд пролетит ближе всего к планете не разбившись так относительно центра момент импульс сохраняется как мы сказали в начале момент импульса л 0 равен м в умноженное прицельный параметр в конце когда перед вот столкновением вот здесь скорость у нее будет в штрих и радиус ар да л final равен м в штрих умноженное радиус и момент импульса здесь сохраняется потому что здесь сила 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 внешней силы нет внешняя сила которая изменяет внешний момент сил который изменяет момент импульса не существует имеется только внутренняя сила градусная сила это внутренняя сила этой системы она не может менять его общую момент импульса так еще мы здесь предполагаем что космический зонд намного легче чем планета потом давайте напишем первый закон первый закон запишем м в ро равен м в штрих ар второй закон это закон своей энергии вначале имеется только кинетическая энергия очень далеко в конце кинетическая энергия минус потенциальная энергия так теперь вместо в штрих запишем в ро на r хорошо в квадрат пополам равен в квадрат ро квадрат на 2r квадрат минус gm на r значит в квадрат на 2 плюс gm на r равен в квадрат ру квадрат на 2r квадрат плюс gm на ziis значит ро квадрат равен в квадрат gm на day в квадрат r Join pos Gambș called В квадрат R квадрат плюс 2JMR делим на V квадрат Это минимальный прицельный параметр. Прицельный параметр должен быть больше или равно этому, чтобы он не разбился Хорошо, теперь продолжаем Продолжение следует... 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 Total Energy будет GMM R-апогей минус R-апогей минус R-апогей. Делим на R-апогей, R-апогей плюс R-апогей. R-апогей сокращается, R-апогей сокращается. Ответ будет минус GMM на R-апогей плюс R-апогей. Энергия минус, чтобы минимальная энергия покинула планету, минимальная энергия должна быть у нее равен нулю. Значит, минус GMM на R-апогей плюс R-апогей плюс дельта энергия равен нулю. Значит, необходимая энергия, это будет GMM на R-апогей плюс R-апогей. Вот так. Хорошо, теперь давайте переходим на следующую задачу. Спутник движется вокруг планеты массы большой M по эллипсу с большой и малой полуосями A и B. Определите площадь, которой радиус вектора проведен из центра планеты к спутнику заметает в единицу времени. Так, мы должны найти дельта S, делим еще найдите перед этого, перед обращение спутника. Дельта S это R-апогей, скорость делим на 2. Большой и малой полуосями A и B, да? Так, R-апогей, R-перегей, все это можно найти. Общую энергию мы знаем, но скорость мы тоже можем найти. Скорость, если про прошлый, так, V будет скорость в апогее. Это квадрат, это 2GM, R-перегей, делим на R-апогей, R-апогей плюс R-перегей. Ну, значит, дельта S, делим на дельта T. Это будет, если вот это под корнем брать, и умножаем. Внутрь отправляем R-апогей в квадрате на 2. В квадрате будет ответ GM, R-апогей, R-перегей. Делим на 2, R-апогей плюс R-перегей под корнем. Теперь то, что мы должны найти, это R-апогей и R-перегей. Так, вот здесь, посмотрите, вот эта точка, да? Ой, я неправильно сделал. Так, теперь, эллипс. У нее вот фокусное расстояние вот здесь и вот здесь будет. F' и F. Расстояние между ними, вот это расстояние, это у нас A и A будет. Да, потому что расстояние одинаковое, и они равны, сумма этих расстояний должна быть равна 2A. И мы знаем, что вот это B. И что такое вот это расстояние? Вот это что это такое? Это A минус, вот маленькое вот это расстояние, это R-перегей. Все, треугольник вышел. Используем термию Пифагора. Это A квадрат равен B квадрат плюс A минус R-перегей в квадрате. A квадрат равен B квадрат плюс A квадрат минус 2A R-перегей плюс R-перегей в квадрате. A, A сокращается. Здесь у нас выходит вот такой дискриминант. Квадратное уравнение. Это R-перегей равен 2A плюс-минус под корнем 4A квадрат минус 4B квадрат. Делим на 2. Первое это R-перегей. Для R-перегея это расстояние будет, ну все эти двойки сокращаются. Состоится вот такое A плюс-минус под корнем A квадрат минус B квадрат. Значит R-перегей будет A минус под корнем A квадрат плюс B квадрат. Ой, минус B квадрат. R-перегей будет A плюс под корнем A квадрат. Ё-моё, A квадрат минус B квадрат. Так, и значит, что здесь будет? Эти два вещи умножаем друг на друга. Получается A минус что-то, A плюс что-то. Это будет A квадрат минус A квадрат плюс B квадрат. Просто B квадрат. Значит, ответ у нас, ответ будет дельта S деленное на дельта T. Под корнем GM умножаем. Вот это будет B квадрат делим на... Вот это у нас сумма этих двух будет 2A. 4A. И вот так, короче. А период обращения... Т квадрат на A куб равен 4P квадрат на GM. Поэтому период обращения по третьему закону Кеплера будет 2P под корнем A куб делим на GM. Ага, все, на этом эта задача уже решена, закончилась. Следующая задача. Наибольший расстояние от Солнца до кометы составляет... Апогей составляет 35.4 радиус земной орбиты. А перегей составляет 0.6 земной орбиты. Прохождение ее вблизи Солнца наблюдалось в 1986 году. В каком году произошло ее предыдущее прохождение? Ну, короче, нам надо найти период, да? Период равен чему? Ну, период Земли, мы знаем, это один год. Радиус земной орбиты это L. Значит, 1 в квадрате делим на L в кубе равен чему? T в квадрате делим. И большую полуось A равен чему? R апогей плюс R перегей делим на 2. Значит, 36 делим на 2. 18L будет. Значит, 18 в кубе, L в кубе. Все, L в кубе сокращается. T будет под корнем 18 куб. T будет сколько лет? 18 куб под корнем 76 лет. 76 лет. Значит, 1986 минус 76 будет 1910 год. Тогда произошло предыдущее прохождение кометой Галлея. Хорошо. Теперь следующая задача. Спутник, двигающий по круговой орбите Арс, был мгновенно заторможен и стал двигаться по эллиптической орбите, касающейся начальной орбиты и поверхности планеты. Так. Значит, вот здесь спутник стоит. Вот здесь планета, да? Вот. Радиус планеты R. Вот так. Начинает двигаться. Вот это расстояние у нас R с. Конечное расстояние это R. Апогей это R с. Апогей это радиус планеты R. Апогей это время падения. Время падения равен чему? Так. Используем третий закон Кеплера. Это новая орбита, да? Новая. Это половина орбиты. Половина орбиты. Поэтому Время Т равен период, деленное на 2. Или период равен 2Т. Теперь Большой полуось это R с плюс R, деленное на 2. Все. Т квадрат на А куб равен 4П квадрат на Gm. Кстати, ускорение свободного падения G равен Gm на R квадрат. Поэтому вместо Gm мы пишем G R квадрат. Это равно 4Т квадрат делим R с плюс R в кубе, делим на 2 в кубе. Это 8. Так, здесь четверки сокращаются. Т в квадрате будет что? Так. Пи квадрат R с плюс R в кубе делим на 8G R квадрат. Все. Время падения мы нашли. Так, теперь следующая задача. А при этом время падения Земли на Солнце, если ее внезапно остановить? Вот. Вот эта Земля падает на Солнце. Так, это линия, да? Линия это тоже часть эллипса. Просто у нее R-APG намного больше, чем R-P-R-G. И R-APG равен 2A. Значит, A равен R-APG деленное на 2. Значит, L деленное на 2. Но мы знаем вот это расстояние L. Это 150 миллион километров, да? Мы можем сравнить с Землей. Земля один... Давайте днями будем рассчитывать. Рассчитать днями. 365 дней в квадрате делим. Перед это... А, расстояние L в кубе равен чему? Время падения. Вот это время падения, конечно, период деленное на 2, да? Поэтому 2T вместо периода в квадрате делим. Ее большой полуось L куб деленное на 8. Так, теперь расстояние L кубы сокращается. 2T в квадрате равен... 365 в квадрате делим на 8. Это все под корнем. Значит, 2-то равен чему? 365 делим 2 под корень 2. Значит, время равен 365. Делим 4 под корень 2. Это сколько дней? Так. Рассчитаем. 365 делим на 4. Делим под корень 2. 64 и 5. Почти 65 дней земля будет падать на солнце. Хорошо. На этом наши задачи, которые мы должны были решать, закончились. До свидания.